Николай Клюев Кажется такой сложной задачей Мы справились и вот результат Совсем немного времени осталось и мы это сделаем Съедем из тесной, душной и до чертиков надоевшей квартиры Съедем в роскошный городок у подножья горы Где всегда тепло, солнечно и есть масса прекрасных мест для отдыха Уже за месяц до покупки Галя светилась от счастья Она безумку делилась своими идеями и фантазировала Как будет хорошо на природе работать и возможно растить ребенка В отличие от ее дистанционной работы Я работал на заводе в городе, где родился и вырос Она же была куда умнее меня и разбиралась во всех этих компьютерах Не знаю как, но сразу после колледжа она нашла работу в сети Связанную то ли с дизайном, то ли с сайтами Я точно не скажу Мы нашли это предложение в сети Красивая реклама гласила о совершенно новом месте Где всем домам не было больше пяти лет Куча магазинов, рабочих мест, парков, торговых центров и прочих благ цивилизации Цена на дома и земельные участки оказались настолько соблазнительными Что мы недолго думая связались с менеджером Всего через пару недель один из домиков практически принадлежал нам Осталось заключить договор о купле-продаже со строительной компанией через нотариуса По крайней мере именно так я это понял В основном такими делами занимается Галя, если честно Подкопив неплохую сумму на первое время Мы собрали вещи и поехали смотреть дом и заключать этот договор Сам городок был действительно новый и не насчитывал и пяти тысяч шельцов Многоэтажек было мало, хотя в рекламе обещали постройки каждый год А расширение города, больше магазинов, парков и прочих мест для досуга и отдыха А самое главное, свой личный дом с озером неподалеку Много зелени, достаточно теплые зимы и сказочный вид И представить себе не мог, что когда-нибудь буду жить вблизи от настоящей горы Действительно сказочное место Проблемы начались еще во время поездки Не знаю как, но на трассе нам пробило колесо Никогда в жизни не пробивал колесо на трассе Чушь какая-то, однако, правда Жена расстроилась Мы кое-как оттолкнули машину на обочину И ждали, пока кто-то из проезжающих мимо машин не затормозит Чтобы нам помочь Я сигналил у дороги, а Галя пила колу Сидя за рулем и пыталась позвонить, чтобы наша машина не осталась на трассе В общем, отец мне частенько говорил, что нужно иметь запаску Почему я его никогда не слушал? Где-то через полчаса нас поймала старая жигули баклажанового цвета За рулем был мужчина лет 45 или чуть больше Вид у него был усталый Глаза пустые, а руки и лицо морщинистые Вот-то с какими-то надрывами Он курил сигарету и слушал музыку дорожного радио Помощь нужна? Спросил он, окинув парочку скучающим видом Будто бы он каждый день подвозил непутевых путешественников Да, не помешало бы Нам нужно вызвать эвакуатор А тут сеть не ловит Вы не подбросите до ближайшей заправки? Вежливо ответил я Вид мужчины за рулем совершенно не соответствовал солнечному дню И это вызывало смешанные эмоции Не вопрос, залезайте! Через пару часов мы были на заправке Наш спаситель как раз заправился Однако я упустил момент, когда он заплатил Поэтому решил пошутить Надеялся хоть раз увидеть его нехмурым Так вы что, платить не станете? Это ваша заправка? Шутки мужчина не оценил Он закурил новую сигарету И вдруг меня пробрала дрожь до ужаса Во-первых, мы находились на заправке Где от окурка могут погибнуть все, кто там находится Во-вторых, я смог разглядеть огромный шрам Пересекающий все горло попутчика Более того, на лице и руках было множество мелких шрамов И, наконец, в-третьих, глаза старика, когда он посмотрел на меня, были слишком блекло-голубые Затуманенные Затуманенные, как у слепых Ума не приложу, как я не смог заметить этого раньше Но все эти факты ударили кирпичами по моей психике И я с ужасом уставился на водителя жигули Что? Не понял мужчина, видимо, все-таки почувствовал взгляд Я сейчас докурю Устало выдавил он, поняв, в чем тут дело Он действительно затушил сигарету через пару тяжек И положил в бардачок, где была куча окурков Так вы не будете платить? Теперь поинтересовалась моя жена До этого пытающаяся дозвониться Все уже оплачено, ребята Ответил тот Галя узнала, что нашу машину смогут забрать только завтра Что почти окончательно сломило наш дух Лично я хотел поскорее распрощаться со странным владельцем жигули И попасть в новый дом Это первое, что порадовало меня сегодня Дом и сам город оказались великолепными Правда, к городу не было асфальтированной дороги Только наезженная тропинка через лес Который и окружал холмистую местность и сам город Мужчина уверил, что дорогу скоро проложат И нас это немного успокоило Галя, как маленькая девочка, бегала по дому Разглядывая все вокруг А я ходил медленно, размышляя увиденное Город, конечно же, был очень уютным и новым Но все равно смущал тот факт, что здесь людей практически не было Несколько раз я видел лица, наблюдающие за нами и закон своих домов Но не более Редкие прохожие также не соответствовали ясной погоде И были хмурыми и задумчивыми Окончательно понять, что что-то не так Удалось в магазине неподалеку от нашего дома Набрав всех продуктов, мы пошли к кассе Где молодая девушка с фальшивой улыбкой сообщила нам Что деньги тут не в ходу Все, что мы взяли, можно забрать бесплатно Галя долгое время пытала девушку допросами Но это ни к чему не привело Она изящно уходила от ответов Будто училась этому всю жизнь Так, а не получив ответы Мы оставили продукты у кассы и ушли Галя решила, что продавщица Перегрелась на солнце Или просто сошла с ума Но все повторилось и во втором, а в третьем магазине В конечном итоге мы взяли самое необходимое И пошли домой Странным было еще то, что нас так никто и не встретил Даже не позвонил Меньше чем через час мы получили ответы на все вопросы Замок входной двери заскрипел Дверь распахнулась И к нам в дом вошел человек Он был одет в строгий костюм образца 80-х В которых ходили воры в законе Или просто люди, знающие толк в декоративной одежде От него исходил едкий запах одеколона На руках перчатки, на ногах туфли с высоким каблуком И острым носом Смущало даже не то, что он одел все это в такую жару А то, что на его лице красовалась маска золотого черепа Добрый день, господа Я владелец дома и нотариус в одном лице Увы, я единственный нотариус в городе И поэтому сделка купли-продажи будет проходить через меня Зовите просто Чарльз Верно, в этот момент мои глаза слишком широко раскрылись Жена также не сказала ни слова А тем временем гость продолжил Присаживайтесь, давайте все обсудим Чувствуйте себя как дома, ведь вы уже дома Немного о том, кого я представляю Да-да, я многогранная личность И помимо должности нотариуса в городе Я также представляю строительную компанию Построившую этот город На самом деле у нас много областей И мы расширяемся по всему миру Как это так? Подумал я про множество его профессий Присаживаясь в гостиной за широкий стол Он никак не может быть нотариусом И кем-то еще Тем более продавать нам этот дом И сам же подписывать договор о купле-продаже как нотариус Даже я этого понимаю Вы наверняка задаете себе кучу вопросов Галина и Сергей, правильно? Да-да Ответил я, жена Переводила взгляд то на меня, то на гостя Будто умоляя меня сказать ей, что это неправда И проводить чудака за дверь Да, чуть не забыл Наша компания ООО Health Industries Занимается многими отраслями В том числе инвестициями в жилье Этот город полностью наш проект Поэтому мы имеем полное право Вводить в местные законы небольшие поправки Это одобрено правительством В соответствии с вот этими документами Секундочку Странный мужчина С липким голосом начал доставать множество бумаг из сумки Которую я даже не заметил Далее он Перечислял документы Рассказывал о достижениях компании Показывал печати государственных органов и учреждений Если честно, я снова ничего не понял Волнейший бред Вы же понимаете Это поправки в законно могут быть Это все не столь важно Перебил скелет А тут я заметил Что не слышу глухости в его голосе Как если бы он действительно носил маску Уже здесь нам осталось Обсудить всего пару деталей Касательно покупки Все, что вам нужно Это подписать вот этот контракт Меня эта ситуация завела в полнейший ступор Будь моя машина на ходу Я бы, не задумывая, сел в нее и уехал Но по словам этого мужчины Его компания тут всем заправляет И в адекватности его намерений Адекватности жильцов города и конкретно этого нотариуса владельца я сильно сомневался Ною было решено дождаться, пока он уйдет А там найти способ вернуть машину И уехать подальше отсюда Мужчина в маске достал из сумки стопку бумаг с мелким шрифтом В конце этой кипы требовалась подпись обеих сторон Кстати, чуть не забыл Этот город слегка необычный Нам не нужны ваши деньги даже за покупку жилья Продуктов и прочего Все оплачивается одним контрактом Который действует в течение десяти лет А потом Попыталась уточнить Галя Но нотариус ее резко перебил Давайте по порядку Сейчас все расскажу Сидите и слушайте Это была первая, но не последняя грубость его стороны Так вот, о чем это я? А, увы, но мы подписываем договор только с одним владельцем Один из вас будет нести нож Так сказать, оплачивать по счетам со всеми вытекающими процентами И происходить это будет после истечения данного соглашения Когда спятивший вулкан над городом уничтожат его и всех его жителей Последний он произнес какой-то радостью Что я посчитал это за тупую шутку Но он опровергнул мои мысли Об этом указано в пункте 235 Можете Ознакомиться Вы долбанутый, что ли? Не выдержала жена Резко разведя руки в стороны И вытаращив глаза Ее терпение лопнуло Но я поспешил ее утихомирить Стой, Галь Давай просто дослушаем, что он нам скажет Сказал я И она прочитала в моих глазах продолжение фразы И уйдем Это остудило ее пыл Она села на место и скрестила руки на груди Отлично Так, еще из важного Вы не можете покинуть город в течение трех суток За которые должны решить подписывать контракт или нет Также за разглашение условий контракта И чего-либо еще Касающиеся нашей компании Другим людям может ожесточить вам жизнь Я бы не советовал Надеюсь Я ничего не забыл из-за ваших выходок Впрочем, контракт я ставлю На столе Можете знакомиться со всеми условиями лично С этими словами скелет ушел Оставив после себя стопку бумаг На столе и ручку Я уже отошел от шока И стал размышлять Как бы лучше покинуть этот город Тем временем Галя запричитала нечто невразумительное Вскочив со стула Она со злостью разорвала каждый лист договора И разбросала по гостиной Назовите меня Чарльз, мать вашу Передразнивала она Набирая номер менеджера Я знал это наверняка Именно его сладкие речи были виной тому Что мы оказались непонятно где без транспорта И в окружении психов После пятой попытки Она взвыла И наконец посмотрела на меня Ты же тоже понимаешь Что это был шут гороховый Все это полная чушь И мне здесь ни капельки не нравится Я готов уйти отсюда даже пешком Не стоит так торопиться Нас из дома пока никто не выгонял Переночуем, а там и машину нам подвезут Уедем и дело с концом Да-да-да-да-да-да Ты как всегда прав Не стоит разводить скандал из-за парочки странностей Каких только людей не бывает Подождем А там может быть дозвонюсь Стасу Кстати возможно удастся за деньги Попросить Надьку приехать и отвезти нас домой Машину позже заберем На моей приедем Я не стал спорить Распаковывать провезенные вещи не стали Только самые бытовые достали Чтобы поесть, умыться и лечь спать Ночью меня одолевал вопрос А что же будет Если по прошествии трех дней Мы так и не подпишем контракт Утром нас ожидал сюрприз В гостиной не было и намека на вчерашней психозгали Ни единого клочка бумаги на полу или столе Зато сам контракт аккуратненькой стопочкой Лежал на прежнем месте Двадцатая попытка дозвониться до менеджера И вообще хоть кого-то Короткие гудки и автоответчик Руки Гали, державшие телефон Мелко подрагивали За четыре часа мы успели облазить весь дом На предмет странностей Попытались расспрашивать прохожих и персонал Никакого результата Люди или ловко увиливали Или откровенно сердились Размахивали руками И обещали вызвать полицию Все дома наглухо закрыты И на звонок в дверь никто не отвечал Мы будто оказались в гигантской ловушке для мышей Под палящим солнцем И сыром в этой мышловке для нас Послужил дом и райское местечко Сдавшись, мы отправились к озеру Нужно было проверить голову И спокойно все обсудить Там мы встретили молодую парочку с дочкой Которые купались на пляже Также там было пару рыбаков из Зевуаки Но именно эта парочка с шестилетней дочкой Привлекли наше внимание На лицах у взрослых было беспокойство А у девочки потерянный вид Однако они изо всех сил старались Этого не показывать Привет Первым делом поздоровалась Галя с девочкой В купальнике Присев перед ней на корточке Откуда это ты такая? Как тебя зовут? Юля Сжато ответила та У всех трех были мутные глаза Почти как у того мужчины, что нас подвез Но я не стал спрашивать об этом Посчитав подобные расспросы бестактными Привет Сергей Вы здешние? Давно здесь живете? Поздоровался я с мужчиной Явно младше меня лет на пять Он попытался улыбнуться мне Но вышло так себе Приятно познакомиться, Стас Да, мы тут уже два года пробыли Чему несказанно рада Да, дорогая? Конечно Здесь просто райское местечко Ответила крашеная блондинка Она также была в купальнике И я заметил множество почти неразличимых полосок шрамов По всему ее телу Они были длинными и иногда пересекали всю конечность На запястьях красовали широкие браслеты Не подписывайте контракт Вдруг выдала девочка с совершенно серьезным видом И эти слова настолько ужаснули ее родителей, что молодая мать шлепнула девочку по губам и сильно схватила за руку Ты что, дура? Со злобой прошептала она дочке А после улыбнулась и посмотрела на нас Дети Что с них взять? Кроме анализов Верно? Несут всякую чушь На этом наше знакомство с местными жителями было окончено Мы направились в сторону леса Взяв с собой все самое необходимое В магазинах нам отдавали все даром И мы воспользовались этим И приобрели походные сумки Сменную одежду попрактичнее Еду и воду Путь обещал быть неблизким Поэтому я был готов к трудностям Лишь бы убраться поскорее из этого ада Пройдя по всему периметру города Мы так и не нашли той дороги, по которой приехали Будто она заросла за несколько часов Это еще больше испугало меня Но Галя была непреклонная в своем желании уйти И мы вошли вслепую В лесу было куда проще Поскольку от солнца нас защищали кроны деревьев А вот передвигаться мы стали медленней И чем дальше вглубь мы уходили Тем гуще становилась растительность Ночью мы разбили палатку Которую также приобрели в том городе Звуки леса пугали до чертиков И сложившаяся ситуация давила на нас куда больше Чем если бы на нас напал медведь Я задавался вопросом Почему мы все еще не вышли к шоссе Чтобы поймать попутку Когда Галя спросила Как думаешь Что было бы если бы мы там Остались на три дня И не подписали этот сраный контракт Понятия не имею Но ничего хорошего в любом случае Нам бы там не светило Мы просто уйдем и все Совсем скоро ты будешь пить кофе На кухне И малюкать свои сайты А я расскажу эту забавную историю мужикам И мы вместе посмеемся над тем Как нам было страшно Она всхлипнула Думать о плохом не хотелось Но похоже мы заблудились К утру Галя сделала еще десятки звонков В этом месте, как и в городе Само понятие связи будто не было предусмотрено Ни интернета, ни мобильной сети Ни хотя бы почты Только сейчас я задумался До какой же степени это ненормально Хоть это и современный город Но никакой связи с внешним миром у него не было Вот он вырос прямо из-под земли После двух суток блуждания по лесу Идти стало легче Деревья и кустарники стали реже А живность так и вовсе исчезла В голову начали лезть нехорошие мысли И после еще пары часов ходьбы Мы вышли к городу К тому, из которого и вышли пару дней назад Моему удивлению и негодованию не было предела Галя откровенно материлась Проклиная тот день, когда Кликнула на ту рекламу Мы вернулись в свой дом Убрали сумки Искупались, переоделись и сели за стол На нем лежал контракт Который перед уходом Галя благополучно Сожгла прямо посреди улицы Он был цел Или, возможно, напечатан снова Она сидела неподвижно О чем-то усиленно размышляя Я тоже задумался Контракт может заключить только один Второй будет платить по счетам Возможно, удастся заключить этот контракт А после уехать из города Мы попросим помощи у правительства Пускай разбираются с этим городом сами Давай подпишем и уедем Он говорил про десять лет У нас будет куча времени И плевать я хотел на каждый из его пунктов Найдем нашу машину Или угоним чужую Плевать Что-то придумаем Не дождавшись ответа Я потянулся за ручкой Но Галя отдернула мою руку Сдурел? Ты разве не понимаешь Что на самом деле происходит? Это не просто какое-то шоу С психами Мы или уже мертвы Или на крючке Я до конца искала всему Рациональное объяснение Но его нет Нам нельзя подписывать эту бумажку Серьезно? Ты еще скажи, что у нотариуса не было Никакой маски Усмехнулся я Повисла тишина Галя замолчала так резко Что я даже не стал продолжать Были и у меня сомнения Что это просто какое-то шоу Никогда бы не поверил во что-то подобное Если бы сам не попал в такую ситуацию Единственное, что я узнал наверняка Моя жена категорически против того Чтобы именно я подписал этот контракт Не значит ли это? Ночью я не спал Это был конец третьих суток И нас обоих пугала неизвестность А если они нас просто убьют? Или мы действительно оба попадем в ад? Она точно задумала подписать контракт Тогда она проживет еще десять лет В этом городе вместе со мной И умрет Мы оба умрем Но кто куда попадет после смерти Зависит лишь от этой гребаной закорючки Я встал с кровати и решительно направился в гостиную Куда ты? Взволнованно спросила Галя Потянув меня за руку Покурить Кури на балконе Заметила она Выход к балкону был в спальне Мне еще в туалет Спи и не беспокойся Отмахнулся я и спустился вниз по лесенке Я стоял рядом со столом Ждал, что что-то произойдет Но вокруг была тишина Так продолжалось минуту, пока я Наконец не услышал быстрые шаги по лесенке И крик Стой! Не делай этого! Она навалилась на меня сзади, схватив за грудь Я посчитал это сигналом, что она готова бороться За себя и свою душу Мы больше не были людьми, бок о бок прожившими много лет Мы были зверьми, дерущимися в клетке Под выкрики жестких существ О ненасытности которых Говорило все их существо Я посчитал, что она решила сама подписать контракт И сбросил ее с себя Она упала на пол Но быстро вскочила и напала снова Я схватил со стола ручку Намереваясь быстро черкануть свою подпись Но она снова помешала Она брыкалась всеми своими силами Но я не зря защищал ее в школе от хулиганов Тело у меня было развито А она была всего лишь программистка Поэтому мне удалось отбросить ее, как щенка Ты не знаешь, что творишь Прекрати! Кричала она, но вдруг резко затихло И упала на пол мертвым грузом И только тут я заметил ручку у нее в виске Попу обильно растекалась кровь Меня охватил ужас Внутри что-то взорвалось И прошлось по всему моему телу От ног к голове Затем я почувствовал невероятную скорбь Но это не помешало мне Вынуть ручку из пробитого черепа И подписать контракт Буквально кровью За дверью раздался лес ключей Двери распахнулись И на пороге появился все тот же скелет Представитель ООО Хел Индастрис Он нарочит вежливо вытер ноги Поднял ладонь в знак приветствия И сел напротив меня Я смотрю вы разобрались с тем Кто будет заключать соглашение Замечательно Ваша жена Галя Теперь может покоиться с миром Видите ли Нам на родине нужны люди Именно такого профиля как вы Поэтому мы можем предложить вам Замечательные вакансии Каждый рабочий день Равен трети от дня Оставшегося до извержения Я молчал Мои руки и тело были Замазаны кровью любимого человека Я смотрел на свои пальцы И слушал скелета лишь отчасти И поэтому не советую вам Злоупотреблять самоубийствами И убийствами других Иначе придется начинать день заново А шрамы все равно останутся Итак Согласно пункту 562 Вы обязуетесь выплатить все Включая стоимость дома И штрафа за убийство На территории города А это немало Сотен лет У нас на родине Что же Я искренне надеюсь Что вы будете работать с нами И приблизите тот день Когда все условия контракта Будут соблюдены К сожалению Все вакансии сопровождающих Уже заняты Поэтому я могу предложить вам Он говорил так еще очень долго А я уже ничего не видел Даже своих рук Прямо перед моими глазами Была пелена В которой я читал лицо Галли Кстати, я вспомнил О чем забыл упомянуть Из-за вашей жены По истечении трех дней Вы бы проснулись в своих кроватях За сутки до того Как увидели рекламу Но это было бы совсем скучно Не так ли? Усмехнулся он Мне на самом деле показалось Что его золотая маска Исказилась Конец рассказа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok